Всем привет, с вами Полтин. Добро пожаловать на канал и я спешу поделиться с вами крутыми новостями, которые касаются установки первой беты iOS 15, которая будет доступна чуть позже сегодня. Дело в том, что в западные СМИ просочилась информация о том, что Apple не будет менять способ установки первой беты для разработчиков, то есть все точно так же, как и с iOS 14. Давайте поговорим об этом, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои как всегда в телеграме, ссылка на которые в описании. Появилось много людей, которые только приобрели свои первые iPhone. Так вот, для них я и хочу рассказать, как одним из первых установить первую бетку iOS 15. Алды, я знаю, вы смотрите видео, вы об этом способе уже давно знаете и вам ничего рассказывать не нужно, но тем не менее, я буду рад, если вы реально поддержите это видео, чтобы больше людей узнало о том, как одним из первых поставить первую бетку новой системы. Так вот, первое, что вам понадобится, это Safari, заряженное устройство, ну и конечно же сайт betaprofiles.com. Для вашего удобства, ссылку на этот сайт я оставлю в описании к видео, переходите на этот сайт. Опускаемся чуть-чуть вниз и видим, что начинаются бета-профили. Сейчас последний, это для 14.7, это бетка вторая. Когда выйдет 15-я система, бета будет на этом сайте, то есть она будет подписана iOS 15 бета. И будет точно такая же синяя кнопка. Я вам просто покажу, как это работает на примере 14.7 бета 2. Все, что вам здесь нужно сделать, это нажать на кнопку Install Profile и вас перекинет в настройки, где будет сказано, что бета-файл загружен и готов к установке. Дальше просто подтверждаете установку профиля. Здесь будет необходимо ввести ваш пароль. После этого обязательно перезагрузите устройство. То есть не нужно отменять перезагрузку, обязательно соглашайтесь с перезагрузкой. Перезагрузка пройдет и вы снова заходите в настройки. Можете перейти в основные, обновление ПО. И видим, что у меня здесь появилось iOS 14.7 бета 2. То есть это тот профиль, который я установил. Если это будет профиль iOS 15 бета 1, здесь как раз таки появится первая бета iOS 15. В остальном установка очень похожа на обычную iOS. То есть точно так же у вас загрузится бета. Она будет весить много, потому что беты устанавливаются на полный свой вес. То есть здесь может быть смело 4 или 5 гигов. То есть имейте это в виду. Ну и далее просто начнется установка, телефон будет перезагружаться. И в конечном итоге вы таким образом установите одним из первых первую бету iOS 15. Касательно того, какие устройства будут поддерживать iOS 15, здесь чудес ждать не стоит. На 95% точный список устройств. Это с iPhone 7 или на V. К сожалению, 6S, 6S Plus и SE первого поколения мимо обновления. Так что имейте в виду, что начиная с 7 или более нового устройства, можно смело ставить iOS 15 бета 1. Конечно, если у вас, например, iPhone 12, это будет вообще топово, потому что телефон последний на данный момент. И там первая бетка должна просто летать. Он, кстати, сейчас подешевел, так что если хотели купить iPhone 12, то в целом можно это сделать. На каталоге в поиск в объем iPhone 12 и просто посмотрите на цены. Я помню, он стоил 26 штук, то есть сейчас он начинается от 21, и это круто. Динамика цен реально идет вниз, так что это говорит о том, что телефон дешевеет. Сверху вы видите серию устройств, то есть можно посмотреть, какие еще iPhone 12 можно себе позволить и приобрести. Ну и также имеется подбор по параметрам. Исходя из ваших параметров, у e-каталог вам покажут нужные устройства. На вкладке «Где купить» вы можете отсортировать магазины по цене, и сверху будут самые лучшие предложения, которые можно учитывать. В общем, ссылку для вас на iPhone 12 я оставлю в описании к этому видео. Для 15-й системы это будет просто пушка. В остальном я уверен, что и на 10-ке, и на 8-ке, потому что там одинаковые процессоры, и даже, скорее всего, на 7-ке, первая Бэтт iOS 15 будет вести себя адекватно. Дело в том, что Apple делает упор на оптимизацию и производительность именно 15-й iOS, потому что ее уже достались тем, что старые устройства больше всего получают негатива, когда обновляются на новые обновления. Именно поэтому iOS 15 сосредоточится на том, чтобы устройства были еще лучше оптимизированы и хорошо работали. На вопрос, стоит ли устанавливать первую Бэтку iOS 15, я бы вам все-таки рекомендовал подождать хотя бы парочку дней. То есть посмотрите видео, посчитайте комментарии, как люди пишут, работает у них первая Бэтта iOS 15 на своих устройствах. Ну и таким образом вы для себя приняете решение, то есть вы увидите ту информацию, которая нужна для обновления. Стоит ли ее ставить или не стоит? Я, конечно, буду ее ставить, потому что буду снимать видео для вас, чтобы вы все знали о новой системе. Так что реально буду рад, если вы за это поддержите это видео пальцем вверх. Если вы уже решили, что точно будете ставить iOS 15 Beta 1, несмотря ни на что, то вот вам небольшие советы, которые нужно учесть, чтобы реально все получилось. Во-первых, зарядите свое устройство этим вечером, потому что вес будет очень большой, скачиваться обновление, скорее всего, будет долго, ведь сервера ляжут, потому что огромное количество людей ломанутся сразу устанавливать первую Бэтту. Так вот, хотя бы до 80% зарядите ваше устройство и освободите место, то есть зайдите в хранилище вашего iPhone и убедитесь в том, что хотя бы 8 гигабайт свободного места на вашем устройстве есть, потому что система скачается, будет устанавливаться и так или иначе она займет какое-то место. Ну и самое главное, не бойтесь. Если очень хочется попробовать систему вперед, то есть никаких проблем, никаких ошибок быть не должно. Система должна накатиться, как обычное обновление, несмотря на то, что это бета для разработчиков. И обязательно учитывайте этот факт, это бета для разработчиков, поэтому нужно быть готовым к тому, что могут быть кое-какие проблемы. Возможно, несущественные, возможно, какие-то приложения не будут работать, потому что еще не оптимизированы, но имейте это в виду. Ну и всегда помните, что не бойтесь, есть откат. То есть, если что-то идет не так с 15-й версией, вы смело сможете откатиться обратно на 14.6, или какая версия iOS будет, когда вы смотрите это видео. Ну, конечно, когда только не выйдет уже релиз iOS 15. В общем, ребят, ждем этого вечера, будет реально топовая презентация. Я постараюсь для вас первым снять видеообзор первой бетки iOS 15, и что Apple для нас приготовила. В общем, оставайтесь в курсе, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok